Спортивными бывают и танцы. Уссурийск принял танцоров на открытом кубке города. Раз в год турнир собирает пары со всего региона. Организаторы – уссурийский клуб «Фортуна Дэнс» расширили возрастной порог для участия в соревнованиях. На паркет разрешили выйти танцорам категории «Малышок». Деткам этой группы только исполнилось пять лет. Танцевальный стаж от полугода. Девочки могут танцевать, да и мальчики могут танцевать одни, если у них нет партнёж. Но часто бывает так, что детям настолько нравится участвовать в соревнованиях, что они принимают участие и в парах, и отдельно. Малыши пока только показывали базовые фигуры. Судьи оценивали три их танца – медленный вальс, ча-ча-ча и самбу. Сколько выходов на паркету малышей – один или три – решали организаторы. Это мои первые соревнования. Я к ним очень сильно готовилась и волнуюсь. Мне бы очень хотелось победить и красиво танцевать. И я буду стараться. Малыши выступали без пар. Этот вид соревновательной программы считается категорией массового спорта. Большинство здесь, конечно, девчонок-солисток. Самостоятельно танцевали и мальчики. Только через год танцоры смогут создавать пары и выступать в новом классе. Я пока что танцую без партнёров, но мне бы хотелось танцевать с мальчиком. В категории постарше соревновательная программа сложнее. Танцоры выступали дуэтом и не просто показывали основной шаг определённого танца. У них есть несколько обязательных элементов, которые оценивали судьи. Выступать в паре не так-то просто. Она иногда перепутывается, и я перепутываю. Но мы хорошо танцуем. Блеснуть на паркете девочкам охота не только мастерством, но и шикарным нарядом. У маленьких танцовщиц пока платья отличаются только цветом. Парни, как в школу. Светлый верх, тёмный низ. Таков регламент для начинающих танцоров. Украшать свои костюмы и собирать фасоны платьев и рубашек спортсменам разрешат только с 14 лет. В детской категории бронзовую медаль в европейской программе заработали уссурийцы Егор Серебряков и Татьяна Василенко. В латиноамериканской программе среди детей серебро досталось их землякам Вячеславу Ли в паре с Викторией Витошкиной. Маленькие смотрят на старших и тянутся, конечно же, за ними. Тем более старшие помогают работать с малышами. Но у нас каждый год мы набираем, каждый год приходят дети. Поэтому я считаю, что бальный танец в нашем городе развит. И у нас очень много пары в нашем клубе, открываются новые клубы. Поэтому желающих у нас много. Конечно, мальчиков не хватает. Мы всех приглашаем мальчиков. В открытом классе среди молодёжи чемпионами стали Сергей Шлихтуров и Елизавета Корякина. Победители дальневосточных и всероссийских соревнований к частым выездным турнирам привыкли. А на родной земле волнение зашкаливало. Дома груз ответственности намного больше, чем на выступлениях в других городах. Приезжаешь ты когда на другой турнир, тебя не видели, может быть, давно или ещё что-то. Кто-то не знает тебя. Ты танцевал, и всё равно будет хорошо. А здесь всё равно надо показывать уровень всё время выше и выше. И поэтому тяжеловато было, конечно. У нас в своём турнире, конечно, есть волнение, но и лежит очень большая ответственность, чтобы мы не подводили тренера, чтобы выглядели на все 100%. Ну и как бы легче танцуются, потому что поддержки очень много. Призовые места в турнире также у Данила Рудицы и Арины Мостовой. Пары Петра Андричука и Юлии Мясниковой. И у дуэта Евгения Чмирь и Дарьи Звягиной. И вас всех поздравляю!